Что такое скайшутинг? Особый вид прыжков с парашютом? Или специальный технический прием в шахматной партии? В Википедии определения этого понятия вы не найдете. Вот и мы его не отыскали, поэтому приехали сегодня в Сокольнике, где будет проводиться соревнование по этому зимнему юному спорту. Итак, все очень просто. Вам необходимо лишь досмотреть репортаж до конца, и вы узнаете, что такое скайшутинг и с чем его едят. Ну и вообще, можно ли это есть? Как уже упоминалось, скайшутинг – очень молодой вид спорта. Он был рожден в 2016 году, и лишь в четвертый раз проводятся соревнования такого рода. По традиции, все действие происходит в парке Сокольники, где и был придуман биатлон на коньках. К участию допускаются любые желающие в возрасте от 7 лет и старше. Важное требование – коньки должны быть свои. Хотя арендовать на территории парка их тоже можно. Естественно, немаловажно еще и хорошо утеплиться, ведь все мероприятие длится около двух часов. Эта дисциплина возникла здесь, в парке Сокольники. Мы очень хотели порадовать чем-то наших посетителей, и хотелось сделать что-то, с одной стороны, интересное, но, опять же, доступное для любого человека, который посещает парк Сокольники. То есть достаточно иметь коньки и хорошее настроение. Винтовку мы предоставляем. Это оригинальная дисциплина, это наш фирменный проект парка Сокольники. То есть, можно сказать, авторская идея. Ну и здесь коллективное творчество было, весь спортивный отдел над этим работал. Кто-то предложил, давайте сделаем биатлон, а кто-то, а почему бы не на коньках, а я все это дело воплотил в жизнь. Действуют следующие правила. Участник должен преодолеть на коньках 200-метровую дистанцию. После первых 100 метров его ждет огневой рубеж, где необходимо поразить 5 целей из лазерного ружья. Оружие такого рода безопасно, поэтому из него могут стрелять и маленькие участники турнира. После того, как все цели закрыты, спортсмен должен вернуться к месту старта, тем самым преодолев еще одну 100-метровку. Естественно, все происходит на время, и победителем становится тот, кто показывает наилучший результат по этому показателю. Самое сложное было, что понравилось? Это отдышка, если она есть, то это все. Из-за этого все стараются там еле ехать в конце атак. Ну, соглашусь с коллегой, конечно, да, приезжаешь, все трясется, не видно мишень, попасть тяжело. Самое сложное, наверное, это качество льда. Самое простое, ну, как оказалось, стрельба. На самом деле боялся стрелять. Ну, да, поначалу кажется, что тяжело, а на самом деле ничего сложного. Ну, и, в принципе, понравилась организация, атмосфера. Самое сложное, наверное, не знаю, ну, бежать было несложно, но достаточно тяжело. Большая, маленькая дистанция, но надо бежать быстро. Ну, мне нравится вся эта атмосфера, это мероприятие. Я участвую второй год, собственно, вот друга своего в этом году позвал вместе, как бы, ну, весело, да. Все понравилось, а самое сложное было не упасть. Стрелять просто было? Ну, стрелять, на самом деле, не так сложно. Мне понравилось, когда мы ехали с мамой. Мама чуть не упала. Я говорю, не надо падать. В этом году около 35 участников поборолись за звание лучшего скайшутера. И победителем стал спортсмен, который за 44 секунды преодолел всю дистанцию. По словам организаторов события, это рекордный результат за все время существования спортивных игр. По окончании соревнования победители были награждены подарочными сертификатами на спортивные услуги, которые предоставляет парк «Сокольники» и благодарственными грамотами от правительства Москвы. Конькобежец, гениальный биатлонист. Все гениальное просто. Вот и создатели этого спорта объединили элементы из биатлона, конькобежных дисциплин и получился скайшутинг. Конечно, ему еще предстоит завоевать расположение народных масс и претендовать на звание олимпийской дисциплины еще рановато. Но потенциал есть. Динамично, весело, по-спортивному эмоционально. Все факторы для успеха присутствуют. Ну а вы, дорогие зрители, в досужей беседе теперь сможете поразить собеседника таким необычным термином, как скайшутинг. Никита Каратанов, Артем Каратанов. Специально для журфака МГУ.